МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. В Самаре готовят купель к празднику Крещения, где можно будет окунуться в воду и какие меры безопасности необходимо соблюдать. Помощь для военнослужащих. В Самаре наладили производство кровоостанавливающих жгутов, маскировочных сеток и плащ-палаток. Мурманский регион, Алтай и Калининградская область эксперты назвали нетипичные, но интересные направления для путешествий по стране. Зарядились эмоции, ими пообщались и сменили обстановку. В Самарском дворце ветеранов устроили праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Самаре идет подготовка купелей для православных верующих, которые в ночь на 19 января будут праздновать Крещение Господня. В городе будут работать 4 купеля, 3 из которых организованы при храмах. Как проходит подготовка мест для купания, узнала Александра Гусева. В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают Крещение Господне, неотъемлемой традицией которого является купание в проруби. В городе уже завершают оборудование купели. Организацию работ обсудили на еженедельном совещании, которое провел первый заместитель главы Владимир Василенко. Традиционно у самарцев излюбленным местом для купания в Крещенскую ночь является городская набережная. В районе полевого спуска оборудуют купель. Будет Крещение, где мы официально оборудуем только одно место для купания. Сегодня мы об этом скажем еще и полиции, еще раз подчеркиваю, везде было организовано. При храмах купели организованы то же самое. Здесь все меры безопасности на территории пройти, проверить. В этом году в областной столице будут работать 4 купелей, 3 из которых организованы при храмах. В честь Сергия Радонежского на улице Черемшанской, в честь святителя Спиридона Тремифунского на Советской армии и в храме в честь Казанской иконы Божией Матери на улице Коммунистической. В районе полевого спуска совместными силами муниципальных предприятий установили деревянные сходни и железные ограждения. Предварительно на этом участке были проведены замеры толщины льда. Купель организована согласно всем требованиям безопасности, в частности спуска-подъем. Установлены дополнительные места для переодевания, а также пункты обогрева. Около проруби организовано дежурство спасателей и медиков. Специалисты обращают внимание горожан на запрет купания в несанкционированных местах. Будет проведена расценительная работа, а также вывести на аншлаги о запрете купания в несанкционированных купелях. В связи с тем, что данная процедура все-таки при низких температурах зимой не всегда может закончиться благополучно. Администрация города призывает всех жителей быть осторожными. Заботиться о собственной безопасности и прислушиваться к своему самочувствию. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжаются работы по расчистке уличной дорожной сети от снега и наледи. Для того, чтобы покрытие прослужило максимально долго, его убирают своевременно и качественно, используют ручной труд в труднодоступных для тяжелой техники местах, а также ведут обработку противогололедными реагентами. Сегодня в дневную смену такие работы организовало муниципальное предприятие благоустройства на улице Белорусской, которая в этом году была отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность объекта свыше трех километров, а площадь работ составила 35 тысяч квадратных метров. По словам экспертов, качественное содержание – залог увеличения срока службы отремонтированной дороги. Температурные качели гарантируют таяние и замораживание воды на асфальтобетонном покрытии, что неизменно ведет к появлению дефектов ям и выбоин. При своевременной уборке осадков на автодороге становится меньше, а значит, вероятность разрушений также снижается. По словам специалистов, специфика содержания улицы в том, что на Белорусской отсутствуют системы ливневой канализации. Это приводит к застою жидких осадков. Вместе с тем, это осложнено тем, что практически профиль дороги находится в одних отменках на большом протяжении и выполнить разуклонку для того, чтобы отвезти воду в продольном направлении практически невозможно. По словам специалистов профильного ведомства, контроль качества проведения уборки по зимнему регламенту, в том числе на объектах, отремонтированных по НАЦПроекту «Безопасные качественные дороги» ведется непрерывно. Это делается для того, чтобы отремонтированная дорога радовала горожан как можно дольше. В Самаре продолжается строительство новой станции «Метро Театральная». Готовность стартового котлована на улице Галактионовской составляет 95% в завершающей стадии бетонирования фундаментной плиты. Переустройство инженерных сетей в границах будущего станционного комплекса завершено на 75%. В зоне метростроя на Полевой и Новосадовой стартовый котлован планируют подготовить к началу марта. Сейчас его устройство выполнено почти на четверть. Все работы находятся на ежедневном контроле регионального заказчика, подрядчика и администрации Самары. Напомним, что с появлением новой станции метро время в пути по ветке составит 20-25 минут. Интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Количество составов на линии увеличится. По расчетам специалистов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%. Театральная позволит как жителям отдаленных районов добираться до центра, так и наоборот и жителям исторической части города до отдаленных районов. Хорошо, что строятся еще станции. Там вот театральные станции. У нас есть ледовый дворец, наконец-то, маяк. Многие ребята туда добираются, да именно на метро. Потому что у всех есть лишний автотранспорт у родителей, например. Им это все помогает. Так что метро нам в городе необходимо, как воздух. Шьют плащ-палатки, плетут маскировочные сети и передают свою продукцию в зону СВО. К акции мы вместе подключились самарские модельеры. Они совершенствуют изделия и привлекают волонтеров для производства. Особой гордостью стали турникеты, которые можно применять и вместо медицинских жгутов. Подробности у Светланы Тимофеевой. На груди кармашек. Карман – это сам же подсумок для самого плаща. То есть потом у нас после использования плащ уберется в этот же карманчик и превращается буквально в подушечку. Плащ можно использовать как носилки, для того, чтобы делать цельный упуск от ткани и выдержать прибор практически. Нормальный груз. Основатель швейного каворкинга Виталий Сылка демонстрирует продукцию, которая скоро отправится в зону СВО. Это плащи аптечки, которые модернизировали самарские модельеры. Основная цель нашей деятельности – это получить те изделия, которые могут помочь нашим ребятам сохранить жизнь и здоровье, помогут им в тех условиях непростых. Поэтому это, конечно, то, что нас двигает вперед, то, что нас мотивирует заниматься этой деятельностью. Особой гордостью дизайнеров стали турникеты, которые используются вместо жгутов для того, чтобы остановить кровотечение. Трофейный турникет модернизировали, убрали слабые места. Это дает больше шансов сохранить жизнь раненым бойцам. Наш турникет имеет самофиксирующийся механизм поворотный, и с каждого его поворота фиксирует турникет. Даже если вдруг человек сумел каким-то образом натянуть турникет, но не сфиксирует, при этом в телосознании ничего не произойдет, то есть кровь будет становлено. Это ключевое отличие. Первые 500 турникетов уже передали в общественный фонд «Звезда Элира». Готова еще одна партия из 2000 штук. К работе подключились не только волонтеры, но и граждане преклонного возраста. Кроме плащей, аптечек и турникетов, они плетут маскировочные сети. Для этой работы социально ориентированный бизнес предоставил каворкингу помещение и необходимое оборудование. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. Россияне, начиная с этого года, смогут получать налоговый вычет за оплату тренажерного зала, занятия фитнесом и других физкультурно-оздоровительных мероприятий. Воспользоваться правом на вычет можно по расходам прошлого года и позже. Это распространяется и на физподготовку детей до 18 лет. Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей. От потраченной суммы возвращается 13%. По словам юристов, этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами. Возврат средств можно осуществить двумя способами. Подать декларацию 3НТФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства или обратиться с заявлением к работодателю. Кабмин России подготовил обновленную редакцию перечни неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, а водителям грозит штраф. В частности, с декабря по февраль водителям легковушек и легких грузовиков запретят передвигаться по дорогам на летней резине с июня по август на шипованной. За это нарушение полагается штраф в размере 500 рублей. Регионы смогут увеличивать длительность сезонного запрета. Штрафовать будут и за неработающий фонарь заднего хода, стоп-сигналы и автоматический корректор фар. Также запретят нештатные ксеноновые и светодиодные лампы, которые ослепляют водителей, едущих навстречу. Предполагается, что документ могут принять к 1 сентября. В России подорожало техобслуживание машин «Лада». Компания повысила цены в январе. В среднем по модельному ряду стоимость ТО увеличилась на 4,5%. Теперь так называемое нулевое техобслуживание модели «Лада Гранта», к примеру, обойдется в 2300 рублей. Первое ТО для версии с 90-сильным мотором оценивается в 10600 рублей, а ТО-6 для этой модели стоит 32 тысячи рублей. С 17 января в расписании речных судов из Самары до Рождествено появились изменения. Об этом сообщили в Самарской речной пассажирской компании. Начало движения из Самары в 5.45, из Рождествено в 6.00 ровно. Окончание движения из Самары в 20 часов, из Рождествено в 20.15. Заход на проран в 10.00 и в 15.00. Ученые нашли новый вид карликового удава в Эквадорской Амазонии. В Национальном заповеднике Колонца-Чалупа, в частном парке Сумак-Каусай, выявили двух змей нового вида. Их длина составляет приблизительно 20 сантиметров, а цвет кожи похож на оттенок чешуи обыкновенных удавов. Особенность рептилий заключается в наличии рудиментарного таза. Он свойственен ранним змеям. Как говорят некоторые эксперты, это доказывает то, что змеи произошли от ящериц. Рептилию назвали в честь знаменитой активистки Кокуанга. Она выступала за права коренных народов Эквадора с 30-х по 60-е годы 20-го века. Аппетит приходит во время еды, а лишние килограммы уходят годами. В погоне за стройностью и красотой перед весенне-летним сезоном самарцы используют все известные способы, чтобы сбросить лишние килограммы. Одни прибегают к интервальному голоданию, другие предпочитают жесткие диеты, максимально ограничивая себя не только в пище, но и в полезных витаминах и минералах. Как худеть правильно, без вреда для здоровья, и кому ставить эксперименты над собственным организмом и телом противопоказано, узнала Ольга Павлова. Диета русская такая. В попытках талию спасти седьмое блюдо уминаем, чтобы съесть успеть все до шести. Примерно так еще два года назад жил Анатолий Головко, пока неожиданно для себя не обнаружил на весах цифру в 148 килограммов. Прежний Анатолий питался много, разнообразно, со вкусом и, самое главное, сытно, отдавая предпочтение фастфуду и жареной свинине под майонезом с сырным соусом. Возможно, гастрономическая феерия так и длилась, если бы в один прекрасный день наш герой не почувствовал симптомы, которые появляются у людей с ожирением. Повышенное давление, головокружение, частые мигрени, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Первое, что вам необходимо, это найти мотивацию внутри себя. Без этого вообще, в принципе, ничего не получится, поэтому вот если вы найдете мотивацию, то можно двигаться действительно к своей цели и достигать определенных результатов. В надежде стать стройнее Анатолий начал с малого, с непродолжительных пеших прогулок. Через какое-то время приступил к бегу на короткие дистанции, затем записался в спортзал. Полностью исключил из рациона вредные привычки – алкоголь и никотин. Перешел на здоровую пищу без сахара, отдавая предпочтение медленным углеводам и еде, богатой животными и растительными белками. За два года с учетом правильного питания и физических нагрузок Анатолий похудел на 53 килограмма, визуально став моложе лет на 10. Теперь мотивирует коллег, показывая фотографии, как сам говорит, из прошлой жизни. Не нужно ограничивать себя временными рамками. То есть неделя, год, месяц – это вам не поможет, если вы будете худеть и поставите себе временные рамки, все равно все вернется. Поэтому меняйте свою жизнь навсегда. По утверждению диетологов, запускать обменные процессы в организме на сжигание жиров нужно постепенно. В противном случае человек испытает сильнейший дискомфорт, станет сонным, раздражительным, вялым, потеряет тягу к любой деятельности. К этому добавятся ухудшения цвета кожи и волос. Медики рекомендуют начать с балансированного питания. Приемы пищи должны быть регулярными. Обязательно нужно завтракать, обязательно нужно обедать и ужинать. Ужинать нужно за 2-3 часа до сна. Никаких не есть после 6, не есть, пропускать прием пищи, не допускать. Оптимизировать необходимый питьевой режим. Оптимальное соотношение в сутки – 30 мл, умноженное на ваш вес. То есть если вы весите 60, 30 умножить на 60, 1800 мл вам нужно в день. Предпочтение лучше отдать свежим овощам и фруктам. Их наличие в рационе позволит насытить организм необходимыми для него витаминами и минералами. Следует помнить, в месяц при правильном питании и умеренных физических нагрузках удастся скинуть не более 5 кг при высоком весе и около 3 при обычном. Все, что выше этой нормы для организма – стресс. В погоне застроенной фигуры не стоит увлекаться аптечными препаратами без назначения врача. Вред себе можно нанести колоссальный, вплоть до самых тяжелых последствий. Надо полагать, что если это рецептурный препарат, то он выписывается пациентам, у которых есть проблема такая, как ожирение. Ожирение второй стадии, ожирение третьей стадии. Если у вас там парочку лишних килограмм, ну не надо вот эти вот волшебные пилюли пить, конечно. К интервальному голоданию также надо подходить с умом. Когда, к примеру, 8 часов в сутки вы едите, а на 16 часов закрываете холодильник на замок. Оно особенно не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, перед тем, как сесть на диету, медики рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом. В 5% случаев человек набирает вес из-за проблем со щитовидной железой. Ожирение бывает не только самостоятельным заболеванием, но и является как симптомом других заболеваний, в том числе эндокринных. Рекомендуется исключить заболевания щитовидной железы, такой как гипотирез, недостаток гормонов щитовидной железы, повышенный уровень пролактина крови и повышенный уровень гормонов надпочечников. Люди, которым уже удалось при правильном питании и физических нагрузках сбросить лишний вес, утверждают, привычки, как вредные, так и полезные, имеют свойство формироваться. Те, как здоровой пищей, победит страсть к еде без разбора довольно быстро, если иметь мотивацию научиться готовить здоровую еду самостоятельно и включить в свою жизнь спорт. Не нужно искать помощи извне. У друзей, у родителей надеяться на врачей, на своих партнеров. Никто вам не поможет лучше, чем вы сами себе можете помочь. Прислушивайтесь к своему организму, никогда себя не жалеете, но и не подвергайте себя сильным перегрузкам. Идите к своей цели, обязательно все получится у вас. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Эксперты по путешествиям назвали интересные и нетипичные направления для туристических поездок по России в 2023 году. На первом месте оказалась Мурманская область. Там можно попробовать разнообразные морепродукты, покататься на лыжах и сноуборде в городе Кировск, познакомиться с саамской культурой, рассказали эксперты. Они также отметили возможность увидеть горбатых китов в Баренцевом море и ночевку на турбазе среди леса тундры. Второе место в списке интересных направлений для путешествий в 2023 году занял Алтай. В качестве преимуществ направления выделили большое количество пеших и водных маршрутов, разнообразные базы отдыха и пансионаты. На третьей месте оказалась Калининградская область. Регион знаменит, сохранившийся прусской архитектурой. Балтийским морем, уникальной курской косой и необычной местной кухней. Направление подойдет как любителям экскурсий, так и фанатам пляжного отдыха. В десятку направлений фаворитов вошли Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи. Посмотрели спектакли и получили сладкие подарки. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Самарском дворце ветеранов прошел праздник. Чем удивляли юных гостей в нашем сюжете. Зарядились эмоциями, пообщались и сменили обстановку. В Самарском дворце ветеранов устроили праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. В фойе ребят ждала дискотека с ростовыми куклами, а затем спектакль «Звездный мальчик» в исполнении кукольного театра «Светлячок». Это самодеятельный коллектив, который создали многодетные родители. Для многих детей это было впервые выйти в люди. Вот в предыдущем мероприятии было, там мама с папой сидели и плакали. Ребеночку 10-4 годика. Он впервые радовался, для него это было вновим, пообщение. Совершенно другая аудитория, совершенно другие стены. Это очень важно. Сказка Оскар Уайльда «Звездный мальчик» поучительной притче об очень красивом, но бессердечном мальчике, который из-за своей гордыни отказался от собственной матери. История о том, что истинная красота не во внешности, а в душевных качествах человека. Татьяна Авдеевичева пришла на праздник с 13-летней дочкой Ариной. Говорит, девочка не пропускает ни одного события. Да, она очень любит посещать праздники, концерты, всегда с удовольствием слушает сказки. Тем более сегодня такая сказка норовоучительная, которая учит не только внешней красоте, а оценить красоту души именно. Замечательное здание, замечательная погода, замечательная атмосфера. Деток встретили очень с позитивом. Я думаю, что настроение у деток на спектакле тоже будет хорошее. За новогодние праздники представители Дворца ветеранов и Самарского общества инвалидов поздравили около тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшнем спектакле побывали около 50 ребят. В конце встречи их ждали подарки – игрушки, сладости и новогодние колпачки. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. В Самаре в самом разгаре турнир юных хоккеистов «Золотая шайба». В двух возрастных категориях из четырех уже определились победители. Они поедут защищать честь города на областной финал. В двух других чемпионы станут известны в ближайшие дни. Их тоже ждет путевка на следующий этап соревнований. Об интригах самарского детского хоккея расскажет наш корреспондент. Вы используете всю ширину поля. Вот сюда вот откройся, тебе дадут пас, поедешь спокойненько забивать голову. Хорошо? Очередная установка тренера на игру и хоккейная команда «Чайка» полетела за очередным чемпионским титулом турнира «Золотая шайба». В этом году муниципальный клуб поселку Провленческий выставил на всероссийские соревнования игроков по всем четырем возрастам. 14- и 16-летние хоккеисты уже выиграли городские соревнования. Тренеры рассчитывают, что и две другие команды тоже в долгу не останутся. Аутсайдерам дворового хоккея, командам «Ястребы» и «Медведи» «Золотая шайба» пока приносит только радость от участия в городских соревнованиях. По организации «Золотой шайбы» на высшем уровне, что сказать, это лед. Здесь под крышей мы, здесь нет плохой погоды, как морозы были, минус 30. Нам ничто не мешает. По командам, хочу сказать, хотелось бы больше команд, чтобы таких любительских дворовых мальчишек играли, потому что как Тарасов задумывал. Заслуженный тренер по хоккею Анатолий Тарасов провел первый турнир «Золотая шайба» в Советском Союзе в 1964 году. В свое время через эти соревнования прошли такие именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, как в прошлом голкипер, а теперь президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, защитник, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Самарские самородки тоже в грязь лицом не ударили. Некоторые стали профессиональными хоккеистами. Мой сын, Сергей Ильин, тоже когда-то начинал в «Золотой шайбе». Пришел в хоккей в 11 лет и начал играть вратарем. И сейчас играет в молодежной лиге. В осенье Тарасов мы где играли все? На улице. Мороз там минус 20, 25. Ребята ходили и играли все равно, потому что им это нравится. Сейчас, конечно, в закрытых на искусственном ряду, конечно, лучше. Это здорово, что Федерация это делает. Городской этап турнира «Золотая шайба» продлится еще пару дней. Определятся победители среди 10- и 12-летних хоккеистов. Кто станет чемпионом, пока не ясно. Команды набрали примерно одинаковое количество очков. Хотя «Чайка» в двух возрастных категориях и считается лидером, но хоккей тем и интересен, что борьба за победу идет в каждом матче до финальной сирены. В итоге, кроме заслуженных медалей, индивидуальные призы получат лучшие игроки и бомбардиры. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Самарагис попал в пятерку лучших региональных телеканалов из городов-миллионников по вовлеченности в «Контакте» в 2022 году. Топ-20 подготовили аналитики Ньюс Медиа. Паблик Самарагис занял четвертое место с показателем 3,95%. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе. В частности, тут учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам. Ранее специалисты составили топ-20 региональных телеканалов по вовлеченности подписчиков в «Телеграм». В этом рейтинге Самарагис занял пятую строчку с показателем 23,7%. Напомним, что пользователи, которые следят за обновлениями нашей информации, в числе первых узнают обо всех важных новостях, которыми живет Самара. Мы наполняем наш паблик не только текстами, но и эксклюзивными фото и видео, которые журналисты присылают с мест событий. Также в группе регулярно проходит розыгрыш призов. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Ровно год назад на интернет-портале карты жителей Самарской области стала доступна подача заявки на получение карты. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Онлайн-подача стартовала 17 января 2022 года. Для того, чтобы подать заявку, нужно нажать на кнопку «Получить» на главной странице интернет-портала в разделе «Возможности карты». Авторизоваться с помощью госуслуг, после чего откроется форма онлайн-заявки, которую необходимо заполнить. На текущий момент в регионе подано уже более 41 тысяч заявлений на получение карты жителя Самарской области. Специалисты Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары осуществляют надзор за деятельностью опекунов и попечителей. Ежегодно до 1 февраля сотрудники районных отделов опеки ведут прием отчетных документов от приемных родителей и патронатных воспитателей об управлении имуществом подопечных. Эта процедура является обязательной к исполнению, так как позволяет специалистам органов опеки не допустить нарушения прав детей и в случае необходимости своевременно принять меры к их защите. Телеграм-канал администрации Красноглинского района информирует, как правильно сдать хвойное дерево на переработку после новогодних праздников. Итак, снимайте с деревьев мишуру игрушки ткани целлофан. Убедитесь, что на елке не осталось никаких украшений. Если вы заранее упаковали дерево в ткани или целлофан, тогда освободите его от упаковочного материала. Оставьте дерево рядом с контейнерной площадкой либо в отсеке для крупногабаритных отходов. Рекоператор по вывозу ТКО определит маршрут и отдельной специальной техникой заберет елку на переработку. Сбор новогодних деревьев продлится до конца января. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!